Расскажите, что сейчас происходит на рынке электронной коммерции в Беларуси? Какое состояние вообще рынка? Понятно. Однозначно можно сказать, что как минимум отрасль и коммерция однозначно сегодня в тренде. То есть, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что можно сегодня делать ошибки, можно сегодня перезапускать проекты. Итак, нельзя сказать, что если вашего бизнеса еще нет онлайн, если вы еще не перевели свои продажи в Умничин, онлайн-канал, то уже поздно. Нет, еще абсолютно не поздно. И мне кажется, что именно сейчас эта отрасль трендовая, и пик своего развития она получит еще достаточно нескоро. Я думаю, что пик развития отрасли будет через 4-5 лет еще в Республике Беларусь. Как и все в Беларуси, развивается медленно. Это обусловлено, в том числе и коммерция, развивается медленно. Но радует то, что как минимум развивается. Не стагнирует, не деградирует, а как минимум развивается. Почему? Почему медленно? Потому что дорогие инструменты и инвестиции на маленьком рынке в какую-то крутую модель продаж. Очень высокие инвестиции, они соразмерны, скажем так, с емкостью рынка. Рынок маленький и инвестиции будут окупаться достаточно долго. Плюс ко всему в интернете получилась такая ситуация, что самое простое позиционирование в интернете – это позиционирование по цене. Это позиционирование на маркетплейсах. Все конкуренты ставят кто-то на доллар, кто-то на рубль, кто-то на одну копейку дешевле других. И тем самым, сильно снижая маржу, не оставляют, так сказать, подушку безопасности, не скапливают какой-то в хорошем понимании жир, экономическую маржу у себя. И тем самым не хватает денег на развитие. Инвесторов в Республике Беларусь не так много, я бы сказал, сделки единичные. Поэтому и варимся потихонечку к собственному соку. Ну, радует то, что как минимум тренд положительный. Но 21 век не играет в эти игры по ценам. Цены у 21 века и выше, и при этом магазин считается одним из... Ну, фактически монопольно подавил где-то многие магазины Беларуси и вышел в лидеры. Ну, монопольно, не монопольно, но то, что в лидерах, тут я, конечно, с определенной долей с комнатой, конечно же, соглашусь. По поводу того, играем-не играем, а сегодня ассортимент настолько большой, что мы можем сегментировать весь ассортимент и проводить различные модели ценообразования по разным сегментам. Я бы сказал, что приблизительно на 10-15% всего ассортимента мы стараемся поддерживать, я назову это минимальный уровень цены. Мы никогда не ставим цены ниже наших конкурентов, но стараемся падать или, выражаясь таким термином, встречать их цены. По остальным ассортиментам мы либо придерживаемся рекомендованных цен производителями, что в последнее время все больше и больше набирает, скажем так, моду. Или же делаем свое ценообразование, исходя из экономической модели и из той модели, которую необходимо получить компании. Можно сказать, что рынок интернет-торговли в Беларуси стал цивилизованным. Помните, в свое время была конференция, и Наркевич, сам министр выступал, она говорила, что нам далеко до цивилизованного рынка. Прошло какое-то время. Можно сейчас сказать, что у нас в Беларуси реально классный цивилизованный рынок интернет-торговли? Реально классно цивилизованный? Наверное, пока еще нельзя. Но то, что это небо и земля по сравнению с тем, что было 5 лет назад, безусловно, очень большие изменения налицо. Во-первых, спасибо тому же Министерству торговли и непосредственно за министр, как вы упомянули, Ирине Вадимировне Наркевич. Я бы сказал, что сегодня отрасль электронной торговли урегулирована, но урегулирована достаточно в необходимом режиме. То есть нельзя сказать, что эта отрасль зарегулирована. Любая зарегулированная отрасль, она уже сжата и не может развиваться вперед. То есть отрасль урегулирована в достаточном объеме. Это, безусловно, плюс. Второй момент. Наконец-то в e-commerce пришли бренды. Не те, которые бренды, допустим, как наши компании, развились сами по себе. А это серьезные компании, такие как Пятый Элемент, к примеру, начинают выходить и занимают более активную позицию в интернете. Это, безусловно, влияет и на развитие всей отрасли. Безусловно, нужно упомянуть о том, что зашли такие большие, действительно классные игроки, как Lomoda.by и Valveris.by. Это результат буквально последних двух-трех лет. Эти компании вместе с нами, они повышают доверие потребителя к интернет-торговле и тем самым развивают отрасль. Наша основная миссия, основная стратегия не сегодня отщипнуть какой-то кусок от этого рынка, а постараться вместе с другими игроками, которые стратегически заходят на этот рынок, испечь, собственно говоря, вот этот пирог. А после этого уже свой кусок мы знаем, как отрезать, потому что у нас достаточно своя высокопрофессиональная команда. Если же сегодня начать нарезать пирог, которого еще нет, то ничего не получится. Поэтому мы заходим именно, работаем с настроением формирования рынка. Скажите, а есть ли смысл формировать рынок интернет-торговли в Беларуси? Многие производители, в том числе и премиальные техники, жалуются, что рынок Беларуси из себя практически ничего не представляет. Недавние продажи, официальные продажи айфонов, это можно умыться слезами, они считываются в тысячах штук в гостей стране. А есть ли ради чего работать? Если с этой стороны смотреть, то действительно беда. И как многие мои знакомые ходят, ищут так называемый голубой океан. Я говорю, ну вы здесь не найдете ни алого, ни голубого океана. Здесь хорошо, если мы найдем лужу. Рынок действительно маленький, но мы работаем в том рынке, на котором есть. И большое спасибо даже тем мерам, которые принимает сегодня наш законодатель, ограничивая даже кроссбординг. С точки зрения потребителя, конечно, я бы хотел на месте заказать тот или иной товар, где мне угодно. Но с точки зрения предпринимателя, и предпринимателя, который стоит за развитием отрасли, конечно же, любые ограничения кроссбординга на руку рынку, на руку компаниям, которые работают в Текоммерции, конечно, на руку нам. Более того, в начале этого года не только лимитировали кроссборд, а еще и сильно ограничили перемещение товаров длительного пользования через пункты пропуска на автомобильном транспорте, если перемещаемся через границу чаще, чем 1 раз в 3 месяца. Это еще более круто повлияло на... А белорусы, в принципе, нация достаточно послушная. Сказали, не вози телевизоры чаще, чем 1 раз в 3 месяца. Они и не возят телевизоры, а еще 3 месяца. Соответственно, какие-то телевизоры покупают в Беларуси, и тем самым поддерживают внутренний спрос, с этого спроса платят аналоги. Дай бог, развиваются некоторые компании. То есть, фактически, те ограничительные меры в отношении китайских магазинов, в отношении... Мазон, американских. Да, американских, они положительно сказали на развитие рынка. Как вы ощущаете? Конечно, конечно. Они, безусловно, положительные. Другое дело, что в основном кроссбординг, это казалось очень маленьких чеков, а наша компания никогда не занималась чеками 20-30 долларов, и сильно сказалось фэйшн, легкой промышленности. А наша компания, опять же, не занимается фэйшн. Но такие игроки, как Ламода и Валберис, на этом ощутили значительно больше эффектов, чем вы. Ну, если говорить вообще с точки зрения потребителя, вот я как потребитель, я чувствую себя обиженным. Меня ограничили, и раньше я мог покупать дешевле. Сейчас мне сказали, нет, ты не можешь, ты там можешь делать это редко. А внутри все цены поднялись, и я как бы получился с маленькой зарплатой, да, но с большими ценами. Каким образом вы из этой ситуации выходите? С точки зрения потребителя, я тоже обижен, потому что я тоже пользовался некоторыми американскими интернет-магазинами, опять же, Amazon.com, но основное, почему так происходит, почему оттуда люди заказывают? Основное, вот это, кстати, законодатель не до конца все-таки уловил. Это все-таки не потому, что там дешевле, не потому, что там можно купить без НДС или без каких-либо налогов. В основном, особенно если брать американский рынок, мы покупаем, потребители выбирают тот товар, который просто не присутствует на белорусском рынке. Это могут быть какие-то запчасти для Harley Davidson, которых просто в Беларуси нет. Это могут быть какие-то новые гаджеты. А почему в Беларуси нет? Потому что рынок очень маленький, и для того, чтобы завести каких-то 50 новых фитнес-браслетов, мне нужно пройти всю процедуру сертификации на эту коробку с 50 браслетами, где издержки по сертификации будут значительно превышать предполагаемую прибыль со всего этого мероприятия. Поэтому и доступ к товару у предпринимателей есть. Но экономика, учитывая, что нужно сертифицировать каждую новую единицу или каждую новую линейку, она не складывается. Поэтому законодатель запретил или ограничил и обложил налогами покупки за границей, но сам же не создал здесь условия предпринимателей, чтобы здесь можно было этот товар завозить цивилизованно и здесь его продавать. Вот это основная проблема. Нужно сделать или более доступную проблему, более доступный вопрос по сертификации товаров, или же каким-то образом, наконец-то, признавать мировые стандарты. Потому что сегодня неважно, что у себя на заводе Volkswagen сертифицировал, мировой бренд, по бедерусскому законодательству нужно пройти повторную сертификацию. Мы не признаем европейских сертификатов. Это основная проблема, почему здесь не создана, так и не создана возможность, чтобы потребителю не пришлось что-то выбирать на Амазоне или на Алиэкспрессе. Скажите, а вот в 21 веке, если я не ошибаюсь, проводил эксперимент, у вас была отдельная служба, которая доставляла, пыталась доставлять, собирать, доставлять. Я знаю, что этот эксперимент провалился. Почему? Это был, я бы сказал, что это не эксперимент. Это был полноценный коммерческий партнерский проект. Это был, мы его прорабатывали, там были партнеры, в том числе и с Латвии, которые плюс-минус понимали в этом рынке. Он, скажем так, не то чтобы провалился, мы побоялись инвестировать большие деньги в раскрутку этого проекта, как раз на фоне и в момент принятия ограничений в 22 евро. И мы решили, пользуясь, как бы, репутацией здесь, в Министерстве торговли, как законопослушный, абсолютно бедный, геничный интернет-магазин Республики Беларусь, мы не хотели сами создавать конфликт, потому что получался такой дисбаланс. С точки зрения 21 век.бай, конечно же, нам выгодно лимитирование кроссбординга. С точки зрения нового проекта нам это не очень выгодно. Мы сами искали возможность найти баланс. Но законодатель поставил все на свои пути, все на свои места. У нас была возможность растамарствовать через российскую таможню, как многие сегодня и делают. Но в любом случае это не очень-то законно и тоже не стратегически долгосрочно. А вы не хотели с предложениями, какими-то предложениями создать, что-то разработать сервис, который все-таки позволял бы легально, без особого напряжения, все-таки получать доступ к товарам, которых действительно в Беларуси нет, тем же Амазонам. Может, есть какое-то другое решение на фоне сегодняшних задержаний? Так оно, в принципе, есть. Сегодня можно заказать, заплатить НДС, заплатить пошлину, и товар будет у вас. Только теперь он будет еще значительно дороже, и, соответственно, интерес и потребительская возможность еще больше падает. А, соответственно, на небольшом рынке, когда мы сильно удерживаем процесс, удерживаем товар, облагаем его дополнительными пошлиными комиссиями, соответственно, и так на небольшом рынке спрос становится еще более узко, соответственно, предпринимателям заниматься уже этим становится неинтересно, потому что сил потратить надо столько же, а выхлоп, финансовый результат будет значительно меньше. Почему у нас многие сервисы здесь и, так сказать, не выстреливают, не взлетают те, которые локально направлены на Республику Беларусь? Потому что, например, сделать какой-то крутой софт, что для российского рынка, что для американского, например, крутой мобайл-сайт. Там стоит сделать 50-100 тысяч долларов, только на российском, на американском рынке он окупится в короткий срок, на белорусском рынке неизвестно, когда он окупится. А еще нужна регулярная поддержка, которая стоит, программисты сегодня стоят абсолютно одинаково, что на белорусском рынке, что на американском рынке. Сегодня нет границ между, скажем так, географических границ для зарплат программистов. Ну и получается, что только спрос здесь значительно ниже, поэтому все локальные проекты, они сразу ограничены в инвестициях. Скажите, вот вы, если говорить о потребительском спросе, вы видите оборот, вы видите интерес покупателей. Подскажите, изменился ли интерес покупателей в кризис? Вот как кризис поменял какие-то ориентации, потребительскую ориентацию на какие-то группы товаров? Стали ли у нас действительно в Беларуси продаваться только дешевые, ну, грубо говоря, дешевые китайские товары? Кризис однозначно не влияет на А-бренды или Б-бренды, нельзя сказать, существует несколько мнений. Многие думают, непосредственно так же, как и вы, что в кризис будут покупать Би и Си бренды, как наиболее дешевые, но иногда в поведении людей срабатывают немножко другие элементы принятия, скажем так, принятия решения. И в кризис, наоборот, потребитель хочет сложиться во бренд, понимая, что стиральная машина, к примеру, Бош, прослушивает значительно больше, чем стиральная машина Би бренда или Си бренда. Поэтому однозначно сказать, что люди стали выбирать китайские бибренды или дешевые товары, нет, нельзя. Тут больше влияет такая ситуация, что в момент потребительского кризиса, экономического кризиса, покупатель где-то, наоборот, не купит дополнительный телевизор на дачу. Но это еще одновременно накладывается на то, что давно в таких товарах, которые есть в каждой семье, холодильник, телевизор, стиральная машина, это три товара, которые есть у всех, не было никакой товарной, так сказать, революции. Скажем так, телевизоры, у них была одна революция, когда от ламповых, от трубковых телевизоров, да, перешли к панелям, это была революция, а потом панели сильно подешевели. Но теперь они не ломаются, они могут проработать пять, семь, девять лет, и у потребителя не возникает необходимость заменить телевизоры, тем самым емкость рынка телевизоров значительно падает. Плюс ко всему, вся современная молодежь, все современные потребители уже ограничиваются скорее лаптопом и не покупают сегодня телевизоры. Поэтому, например, телевизоры, рынок телевизоров штук очень сильно падает. При этом нельзя это сказать, что только экономический кризис. Там еще кризис, так сказать, товара, потому что товар плюс-минус устарел. А что с белорусским товаром происходит? Вообще эта идея, светлая идея продавать белорусскую через интернет, она провалилась? Она никуда не провалилась. Если товар хороший, то он будет продаваться и через интернет, и через традиционную розницу. То есть отдельно никто не парсирует это? Через какой канал продавать, не имеет никакого значения. Главное, чтобы товар хотели. И у нас есть действительно лидеры белорусского производства Атланги Вест. Это действительно товары, которые востребованы и в интернете, и в России, и в Беларуси, и в обычных магазинах. Есть отличные производства, такие как, например, Кочери Ольса, или Матрасы Вегас. Это товар крайне востребован, и он белорусского производства. Поэтому мы крайне рады сотрудничеству с белорусскими производителями. Есть еще Гомельский завод плит газовых и электрических. Все абсолютно хорошо, если есть товар, если он интересный, то вне зависимости от того, через какой канал продавать. Нам очень нравится белорусский товар. Это вот на самом деле. Атлант, скажем так, занимает приблизительно долю в 60% в холодильниках всего. То есть это крайне востребованный товар. То есть страны, ну, с альтернационных. Да, да. Безусловно, тут все в порядке. Главное, чтобы товар был востребован. Вот с Горизонтом и с телевизорами Витязь, по-моему, телевизоры Витязь уже закрыли, по-моему, производство телевизоров. У них, по-моему, только что-то из климатики осталось. Там, конечно, проблема есть. Например, на заводе Горизонт открыли конвейер Мидея по печкам и свече, и сейчас открывают еще водонагреватель. Это востребованный товар. Его все хотят получить, продавать, и потребители его выбирают, покупают. Скажите, а удалось ли вам добиться, как крупному игроку, каких-то преференций со стороны белорусских и западопроизводителей? Пришел ли к вам Samsung с каким-нибудь предложением эксклюзивным для Беларуси и сказал, давайте мы для вас специально что-нибудь сделаем? На самом деле уже хорошо, что Samsung стал с нами сотрудничать напрямую. Это уже очень большой результат нашей работы, потому что просить контракт прямого сотрудничества мы начали с Samsung, может быть, через 2013 года. Мы постоянно получали отказ. Нет, ребята, на рынке есть два канала. Один канал – дистрибьютор, и он занимается оптовыми продажами. Второй канал – это сетевая розница. Так сказать, товар, проводящая сеть. Это какая-то торговая сеть, которая есть в магазинах, в областных центрах, может быть, еще где-то. Все, есть два канала. Вы не попадаете ни в один, а второй канал, поэтому покупайте их в одном канале. Так было в 2013, так было в 2014. И вот в 2015 году, как будто по взмаху какой-то волшебной палочки поменялось все. Где-то в штаб-квартирах, в код-офисах всем торговым представителям сказали, что теперь у нас в каждой стране, на каждом рынке должны быть ключевые партнеры в оптовом канале, в розничном канале и в онлайн-канале. Поэтому вам срочно нужно найти партнера, ключевого партнера в онлайн-канале. Ну, производителям выбирать оказалось, выбор был достаточно просто, и мы стали практически, заключили контракты со всеми мировыми вендорами. Я бы сказал, пока что с LG, то я думаю, вот-вот мы контракт получим. Мы получили более 30-40 контрактов за последние полтора года именно на фоне этого. Не могу сказать пока, что они нам дают более эксклюзивные предложения, чем торговым сетям, хотя все-все торговые сети это объясняют, комментируют тем, что у них более высокие издержки, чем в интернете. Однако, если интернет вести цивилизованным путем, клиентоориентированным и содержать большой склад товаров, лично по моей финансовой математике, интернет получается более обременной издержкой, потому что мы должны каждую коробку привезти клиенту домой. Если клиенту не понравилось, мы ее должны увезти домой. Это совершенно не та модель поведения клиента, когда он приходит в магазин, сам выбирает, сам тащит эту коробку кассер, кассер только нажимает 3-4 кнопки и клиент с этой коробкой поехал домой. Ну, как бы вот такая вот ситуация. Эксклюзивных условий не получили, но я думаю, что 2-3-4 года, наверное, производителям потребуется, чтобы наконец-то раскусить всю эту модель. И с Гефестом, с Атлантом мы работаем, конечно, по прямым контрактам, белорусские производители, рады прямому сотрудничеству с нами. И мы рады. А скажите, как вы считаете, почему у нас, вот помните, был период, когда в интернете интернет-магазины появлялись как грибы, там за день могло появиться 20 магазинов. И так же пропадали. И так же пропадали. Причем иногда и с заказами, и так далее. А сейчас этот процесс установился, устаканился, сейчас ничего такого бурного роста нету, ну все, мы достигли какого-то фундамента, какого-то модели, которая будет дальше жить. Или это пока временное? Дело в том, что, наверное, не количеством, а качеством нужно развивать рынок. Количеством, особенно, рынок не разовешивает, особенно в данном случае. По этому поводу мой был любимый анекдот. На заправке встречаются байкеры, спортбайкеры подходят к ребятам, которые приехали на Чоппер, и говорят, ребята, давайте знакомиться. А мотоциклисты на Чопперах говорят, а что с вами знакомиться? Вы каждый год новая. Так, собственно говоря, по интернет-магазинам, те, которые пачками по 27 магазинов в день не открывались, все они выбирали позиционирование по цене. Развозить по минимальной цене, это значит тупо тратить деньги. В лучшем случае свои. В худшем случае это деньги своих партнеров, поставщиков, или, не дай бог, еще и банков. И так далее. Соответственно, надолго этих денег не хватало, и магазины разорялись. Кто-то полгода протягивал, кто-то даже два года мог проработать. И они портили жизнь всем тем, кто действительно хотел развивать рынок. Но для того, чтобы развивать рынок, все-таки на нем нужно зарабатывать. Иначе что? Иначе нет денег его развивать. Можно развивать рынок, не зарабатывая, если есть очередь инвесторов. Что, к сожалению, история не про Беларусь. Поэтому и такая ситуация. Устаканилась ли ситуация с открытием новых магазинов? Рост новых интернет-магазинов, появление новых интернет-магазинов как минимум замедлилось. Все больше происходит, наверное, уже как-то наигрались, получили опыт, посмотрели, и как-то уже более осмысленно теперь подходят к открытию интернет-магазина. Если раньше казалось, что это очень просто, и даже в нашей компании, может быть, за всю историю сотрудников 10 или 15 ушли, которые пытались открыть свои интернет-магазины, то сейчас уже, скажем так, процент таких сотрудников, коллег, которые считают, что это крайне просто и легко сделать, по-моему, равен нулю, потому что абсолютно непростое, неэлементарное мероприятие. Сергей, скажите, а как Вы считаете, изменились ли поведение покупателя как поведение денежное, финансовое? Раньше считалось, что достаточно закредитован рынок потребительских товаров, там много продаж кредит, и они в основном… сейчас что-то изменилось, важны ли кредиты людям, которые покупают технику? Безусловно, важны. Все финансовые инструменты, которые предлагают сегодня банки, это так или иначе и есть стимулирующие к потреблению инструменты. И даже банки, предлагая различные инструменты, рассрочки кредита, карты рассрочек, финансовый лизинг товаров, они тем самым стимулируют потребление и стимулируют более цивилизованную торговлю, потому что черный интернет-магазин, у которого черные айфоны, он не сможет продавать эту рассрочку, потому что это официальная выручка, это официальные документы, остается очень много следов по факту продажи. Поэтому банки, работая с такими компаниями, как наша, они в целом поддерживают и развивают рынок именно в правильном цивилизованном направлении. Это, безусловно, очень хороший, скажем так, инструмент и очень нехороший фактор развития рынка. С одной стороны, и с другой стороны, это развитие потребления. Потребитель, клиент может себе позволить сегодня больше. Плюс это хороший инструмент для апсейла. Продавец может предложить рассрочку на один месяц больше, но при этом предложить, например, купить телевизор уже какой-то новой модели с какими-то дополнительными функциями. Безусловно, это развивает потребителя, развивает продавца, развивает банки, развивает финансовую структуру. Ну, одни плюсы. Серая торговля ведь никуда не делась, получается. Но она не может продавать в рассрочку. И поэтому уровень ее за счет этого снижается. И белые игроки за счет этого выиграют. То есть, чем беднее белорусы, тем меньше у нас серая торговля. Если использовать инструменты рассрочки, можно было бы сказать так, но, к сожалению, не все белорусы сегодня с радостью берут кредиты и рассрочки. Для многих это какое-то запредельное бремя, на которое они не согласятся на покупку высоковыжималки в кредит. Ну, для них это, возможно, абсурд. И, конечно, эти белорусы пойдут покупать наиболее дешевый товар. Наиболее дешевый товар, как правило, у серых продавцов. Поэтому прямой взаимосвязи с тем, что с последним тезисом как бы нет. А как отличить серого от белого? По цене? Ну, как минимум, это по репутации компании. Если компания на рынке давно и масштаб этой компании большой, то с высокой вероятностью можно сказать, что это компания не белая. Потому что в Беларуси никто не хочет играться и рисковать государством. Много всяких историй поучительных. И поэтому, когда компания набирает некий масштаб, безусловно, начинает максимально беспокоиться о том, чтобы быть полностью белой, полностью прозрачной и соблюдать всю гигиену бизнеса. можно также определить по тем, скажем так, приемам, какие платежи, по каким платежи можно осуществить в данном интернет-магазине. Если в данном интернет-магазине можно осуществить все виды платежей, карточка, кредит, рассрочка, ERIP, безнал, безнал выставляется с НДС, выписываются товарные накладные, то это практически гарантия того, что интернет-магазин и товар будут абсолютно белыми, законными и с каждого уплаченного рубля будут заплачены все необходимые налоги. Провокационный вопрос, нужно ли бороться с серым бизнесом, серой торговлей и нужно ли бороться с магазином онлайнера, где серой торговлей достаточно много. Я слышал от больших крупных игроков большие нарекания на то, что вот он там, он туда ушел. Вопрос, безусловно, в точку, потому что крупные интернет-магазины, не крупные, серые интернет-магазины, они не могут себе позволить какие-то серьезные рекламные кампании. Во-первых, они маленькие, у них нет на это денег. Во-вторых, они боятся вылазить, потому что их быстро заметят, если вдруг сейчас на бигбордах будет написано айфон в 700 долларов. Ну, мне кажется, что тогда рейдовый отдел инспекции по налоговым сборам четко будет знать, куда нужно ехать за новым айфоном и какой валютой там рассчитываться. Поэтому эти магазины идут, так называемые магазины, скорее это все просто частные продавцы, идут на маркетплейсы, торговые площадки, где, скажем так, сильно не выделяясь, а просто предлагая минимальную цену, находят своих покупателей. Безусловно, среди крупных продавцов в интернете, не в интернете, торговых сетей считается, что такие маркетплейсы, как онлайнер и похожие на онлайнер, это источник и очаг вот всей этой серой радиации, которая мешает развивать рынок. Почему онлайнер заинтересован в максимальном количестве любых качественных и некачественных продавцов? Его можно понять. Для них это платежи, стандартные платежи, абонентские, регулярные, в месяц, в неделю, в день. Чем больше продавцов, тем больше зарабатывает онлайнер. Напрямую, конечно же, закон онлайнер никаким образом не нарушает, потому что такого закона просто нет. И в данном случае, в данный момент, есть организация АКИТ. Мы вместе с этой организацией и вместе с такими компаниями «Корректор Сила 5-й элемент», мы инициируем, скажем так, вопрос в Министерстве торговли, чтобы действенность маркетплейсов, торговых площадок так или иначе упорядочить и нести ответственность за те товары, за тех продавцов, за те предложения, которые интервестируют на своих страницах. Приблизительно, чтобы это было так, если по радио мы слышим рекламу какого-то медицинского, скажем так, препарата, лекарственного средства, тут же идет там номер лицензии. Так вот, если кто-то продает айфон, будь добр, приложи туда сертификат, по какому ты документу этот айфон завез в Беларусь и где, в каком органе ты его сертифицировал. Мне кажется, если это принять на достаточно жестком законодательном уровне, количество айфонов на онлайнере серых сильно упадет, и официальная статистика по количеству айфонов из тысячи превратится в нормальные сотню тысяч. Хотелось бы, да. Вы думаете, что люди станут больше покупать белого, потому что он же дороже? А других не будет. Других не будет. Белый айфон, да, может быть дороже на процентов 20. Например, если сегодня сравнивать белый телевизор и серый телевизор, там разница идет приблизительно в 3-4-5 процентов. Уже ушли те разницы в 20 процентов, когда закрыли границы по периметру. Сегодня же вопрос оптимизации налогообложений уже больше с Россией. Кто-то где-то везет, там где-то что-то купил за наличное там на рынке или в МВИДЕО, и сегодня здесь пытается это продавать. Такой разницы в 20-30 процентов уже нет. Идет разница по 5 процентов. У потребителя, если у него будет отсутствовать выбор купить на 5 долларов дешевле, он купит по нормальной цене, по той цене, которую можно купить в магазине, с которой с этой цены пойдут на уплату все налоги, все сборы. Поэтому, мне кажется, что однозначно государство только в этом плане выиграет.